Где были бы мы, если бы нашу жизнь не двигали люди, которые с большим мозгом сидят и мудро размышляют над чертежами, создавая неведомые миру аппараты, агрегаты или идеи, которые, на наш взгляд, абсолютно оторваны от жизни, но в недалеком будущем приносят свои плоды. Ведь когда-то, когда-то, давным-давно, можно сказать, еще в какие-нибудь 60-е годы сидели умные электронщики, думали над какими-нибудь фазовыми переходами, а, глянь, уже к концу 21 века мы что получили? Сотовые телефоны и, возможно, сидеть в гаджетах и в интернете, например, включить 12-й канал и посмотреть нас прямо сейчас. Хотя телевизор придумали еще раньше. Тоже очень умные люди. Плоды научно-технического прогресса, которые обеспечивают нам люди науки во всевозможных областях. Они молодцы. Они облегчают нам жизнь. И что? Они нам облегчают жизнь. Спасибо им за это. Ну, вообще, завтра люди науки отмечают свой главный праздник, День российской науки. Ну, а сегодня мы решили подогреть почву, чтобы завтра вы никого не забыли поздравить с этим праздником. Кстати, ученые придумали, как подогреть почву, чтобы на ней можно было в холодном климате растить всяческие теплолюбливые культуры. Ох, чего они только не придумали. В общем, весь эфир мы сегодня с Владимиром Удовкиным посвятим этим выдающимся без сомнения и преуменьшения людям. Без сомнения. Я согласен с тобой. Поехали. В ходе очень короткой сегодня с Владимиром беседы, значит, после моей фразы, а журналистика — это наука, или он сказал, что журналистика — это искусство. Вообще, мы, как люди искусства, сегодня будем петь песни о людям науки. Искусство — это тоже наука. Между прочим, это все, так сказать, та самая паука о двух концах. Хорошо. Боже мой, еще Аристотель пытался разложить комедию на составляющие и узнать, почему же мы смеемся. Представляешь себе? Вывел, так сказать, основу смешного. Молодец. Знаешь, к чему он, к какому выводу пришел? Смешное в несоответствии. Хорошо. Приятно вернуться, так сказать, к истокам. Иногда посмотреть, что все много уже изучено, выводы сделаны, и стоит к ним прислушиваться. В общем, так, дорогие телезрители. Сегодня мы будем говорить о молодой науке, знакомиться с ее представителями, которые живут в нашем городе, знакомиться с их изобретениями. Ну, а сегодня у вас мы хотим спросить, наука — это дело молодых или все-таки по-настоящему значимые открытия какие-то важные, но способны делать люди только пожившие жизнь, обеспечившие виды и обросшие опытом и мудростью. И по этому поводу, пожалуйста, сегодня высказывайтесь. Телефон для голосования весь эфир на ваших экранах. Варианты у нас такие только молодые способны придумывать новое. Да, это так. Молодые движут науку, но только не в России. И науке все возрасты покорны. Звонки бесплатные. Итоги подведем в конце нашего эфира. Ну, а по телефону 695-644 вы сегодня можете к нам дозвониться, тоже высказать, собственно говоря, свою точку зрения по этому вопросу. Ну, или рассказать, как поддержать молодых в их научной деятельности. Ну, вот вдруг у вас есть какое-то мнение по этому поводу, тоже будем рады его услышать. Конечно. Вот я сейчас как раз сидел и узнавал, как идет голосование в интернете, и наблюдал за этим. Очень приятно. Спасибо ученым, что они нам предоставляют такие возможности. А говорят, лень двигатель прогресса. А мы думаем, ученые, ученые. А что, ученые не могут лениться, что ли? Не знаю. Вот как был изобретен пенициллин, ты же в курсе? Да. Ученые просто поленился вымыть свои чашки Петри. И они взяли и зацвели лечебным цветом пенициллиновых грибов, которые затем в дальнейшем можно было использовать в борьбе с опасными всяческими возбудителями нехороших болезней. Мне кажется, это очень здорово. Действительно, лень двигатель прогресса. Это не отменяет лень. А как национальную идею российскую, которая, например, написан целый роман, знаешь, какой? Обломов. Представляешь себе? Помнишь, в Обломовке крыльцо все пытаются починить, когда починили, и починили, оно взяло и развалилось. Но наши ученые не такие, потому что они, если что-то чинят, то это потом стоит крепко на века. Если отличься от смеховой культуры, о которой я начал говорить, на самом деле российская наука сделала не просто много, огромные, скажем так, фундаментальные основы были заложены благодаря российским ученым. Ну что там говорить, допустим, того же Менделеева взять, который открыл периодический закон химических элементов. Это же ведь просто двинуло химию настолько вперед. Ученые, наконец, начали понимать, как образуются химические связи веществ. Ну а дальше понеслось, поехало, там уже и синтетических материалов было недалеко. Кстати, о синтетических материалах, как ты думаешь? Я-то думаю о них. А вот думают ли о том, что важнейшее открытие, ну, возможно, не уровня, конечно, открытия Дмитрия Менделеева, но, тем не менее, достойные, вносящие свою немалую лепту в научную мысль и, в конце концов, в то, что отражается на нашей жизни, происходит и в нашем городе, причем руками очень юных людей, возможно, не все задумываются. В общем, я веду к чему? К тому, что не худо бы нам посмотреть материал, который приготовил наш коллега, да, и как раз там речь идет о чем? А о молодой ученой? Я о синтетических материалах, которые она придумывает. Изобретает? Ну да, придумывает, изобретает. Хорошо, знакомимся с омскими учеными, которые двигают науку вперед. В большую науку Анна Солоненко пошла еще и диплома университета, не получив. На втором курсе увлеклась композитами, способными заменить и помочь восстановить травмированную кость. Студенческое исследование переросло в кандидатскую диссертацию. А теперь является темой новых разработок молодого ученого. Само по себе исследование, научное исследование, это очень интересно. Поскольку я могу планировать какой-то эксперимент и ожидать какой-то результат. Но чаще всего, в 90% случаев, я на середине пути понимаю, что что-то идет не так. И тут начинается бурная деятельность мозговая. Почему же так происходит? И это вот с одной стороны расстраивает. Боже, я же столько усилий приложил для того, чтобы спланировать, чтобы все прошло хорошо и получить красивые результаты. А посередине пути понимаешь, что так не будет. Сегодня композиты – передний край науки. Новые материалы с почти чудесными свойствами используются в сотнях отраслей. Требования к материалам по мере роста научно-технического прогресса только увеличиваются. Ученой из Омска удалось сильно продвинуться в этом направлении. Заслуги Анны были подтверждены президентской стипендией, выделенной на продолжение исследовательских работ. Последние открытия в скором времени получат патент. Также мы провели инвитро-испытание, это испытание в пробирке, по способности данных материалов формировать промежуточный слой апатита. Этот слой необходим для успешной интеграции синтетического материала в живую систему. То есть он служит промежуточным связующим звеном между искусственным и живым. Волшебные материалы позволяют врачам стремительно сокращать срок восстановления человека, даже после очень серьезных травм. Теперь нужно решить еще одну важную задачу – биосовместимость. Создать искусственную ткань, которую организм воспринимал бы как родную. Если добиться успеха в этом направлении, лечить можно будет заболевания, сегодня практически неизлечимые. Например, остеопороз. В прошлое уйдет и долгое нахождение пациента в стационаре, когда при осколочном переломе прописывают постельный режим с растяжкой. Анна надеется, что благодаря ее разработкам после несложных процедур пациент очень быстро сможет вновь побежать по дорожкам. Субтитры создавал DimaTorzok значительный вклад в развитие науки будут награждать завтра библиотеки имени Пушкина. А вот, например, в Политехе, если вы студент, выпускник или вообще интересующийся, в 11 часов начнется такая большая выставка интерактивная «Чудеса науки в Политехе», где обещают показать массу интересного, причем того, что разработали студенты в УЗА. Здорово. Есть время, берите, идите. А 10-го там вообще день открытых дверей. Да вообще наукой никогда не поздно заняться, мне кажется. Не обязательно ждать какого-то особого дня. Я бы сказал, перефразируя слова классика, идите в науку, живите в науке, умрите в науке. Ну да. А вот накануне, просто где наука и где мы сейчас иногда думают зрители, где-то вообще в школе мы оставили последние попытки что-то поизучать и понимать из того, что было сделано и делается теперь. Так вот, накануне Дня Большой науки один из социологических институтов провел исследование, ну, люблю читать результаты, а здесь были даны некие утверждения. И вот, например, континенты, на которых мы живем, движутся уже миллионы лет и будут продолжать двигаться в будущем. Верно или неверно? Верно. Это теория профессора Вегенера. Вот. Ты ответил верно, как и практически большинство опрошенных, около 70. Ну, это был один из вопросов, кстати, на которых отвечали все время правильно. А вот, ну-ка давай, лазер работает, фокусируя звуковые волны. Это истинно или нет? Лазер — это вообще устройство для испускания когерентных волн. В принципе, если можно сделать звуковые волны когерентными, может быть и звуковой лазер. Ладно, я посчитаю. В общем, дорогие телезрители, если хотите проверить, насколько вы знакомы вообще... Ну, вообще световые волны, конечно. Да, вот с какими-то, в общем, не последними научными открытиями, а научными открытиями, которые хорошо, в общем-то, знакомы всем. Вот, можете найти вот такой вот тест и пройти, и вы посмотрите, и хорошо узнаете. Вообще, социологи сказали, что, ну, вот за последний год россияне ответили верно только 10%, но это больше, чем в предыдущие годы. А, кстати, Земля вверху вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Земля вокруг Солнца. А вот на самом деле теория относительности Эйнштейна уверяет, что все зависит от точки отчета. Мы, в принципе, вполне корректно можем представить, что Земля находится в центре мироздания, и вести отчет от нее, и построить модель Вселенной, что, в общем-то, в свое время и сделали древние греки, что все вокруг Земли вращается. Просто удобнее считать, что Земля вертится вокруг Солнца. Ух ты! Люди, на самом деле, Земля, конечно, вращается вокруг Солнца, это не более, чем силогизм, но, тем не менее, вполне себе логически верный. Давно хочу перепрограмму о науке, честно говоря. Мне кажется, там всем полезно было бы разобраться, поговорить о старом, поговорить о новом. И как раз о новом достижениях, перспективах развития омской науки предлагаю поговорить с нашими гостями. Они сегодня будут представлять медицинскую сферу, что особенно важно и полезно для нас. В одной из самых древних наук, но которая все время находится на острие новых разработок. Медицина. Встречаем. Сегодня в гостях программы «Тот еще вечер» Мария Левзан, доктор медицинских наук, профессор, проректор по научно-исследовательской работе Омского государственного медицинского университета, руководитель программы «Наука» Сибирского федерального кластера медицинских вузов, автор 212 научных трудов, удостоен названия «Отличник здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации» и Анастасия Невидова, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент, руководитель научного общества молодых ученых и студентов Омского государственного медицинского университета. Увлекается спортом и рукоделием, живет под девизом «Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Добрый вечер, рады приветствовать в нашей студии вас. В очередной раз разрушаются мои все шаблоны, когда я думаю, что женщины-ученые должны быть сумрачные и, в общем-то, не очень красивые. Вы полностью опровергаете эти шаблоны, но говорить мы с вами все-таки будем сегодня о делах серьезных, хотя, в общем-то, и о сердечных тоже, да, получается. Но смотрите, медицина вроде бы очень консервативная, да, область. Ну, человек, он не меняется. Или меняется, но очень медленно. Вроде все понятно, а в то же время мы говорим о том, что в медицине все время используются самые новейшие и при новейшей разработке. Как так получается? Почему? Почему мы, организм, лечимся какими-то новыми, новыми средствами? Неужели старых не хватает? К сожалению, не хватает, потому что как Вселенная бесконечна, так и познание человека на самом деле бесконечно. И медицина развивается в последние десятилетия просто галлопирующими темпами. Мы узнали очень много, например, о микробиоте, о тех микроорганизмах, которые заселяют нашу кожу, слизистые оболочки. Оказалось, что их влияние на состояние здоровья организма огромное. Мы узнали о тех возможностях профилактики хронических неинфекционных заболеваний, которые в основном сейчас являются бичом последних, ну, даже не десятилетий, столетий. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, такие как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. Поэтому чем дальше проходит время, тем больше знаний у нас появляется. И, конечно, возникает желание узнать ещё что-то новое для того, чтобы как можно полнее, шире эти знания применить на практике, для того, чтобы как можно раньше и полно диагностировать те изменения, которые происходят в организме, ну и, соответственно, их своевременно скорректировать. А вот этот интервал между пониманием того, что что-то новое, и вот тем моментом, когда мы начнём уже лечиться или как-то действовать по-другому, он насколько для них велик. А вот здесь-то вы и понимаете, что организм человека – это не какая-то машина, где можно провести какие-то стендовые испытания. И если произойдёт какая-то поломка, то быстро эти испытания можно прекратить. А вот здесь проходит достаточное время. Иногда от синтеза молекулы, и вообще, если посмотреть, вот из ста молекул, которые впервые синтезируются для решения определённой задачи, ну, например, для лечения какой-то онкологической патологии, проходит иногда десятилетие для того, чтобы из этих ста одна или две молекулы дошли до клинических испытаний третьей-четвёртой стадии, то есть непосредственно у больного человека. Но, наверное, в этом и есть особенность медицинской науки, что мы постоянно движемся вперёд, и в то же время этот консерватизм, когда мы каждый шаг сверяем, а правильным ли мы делаем, на правильном ли верном мы пути. Иначе нельзя. Мы никуда от того правила не навреди. Поэтому, прежде всего, благополучие, здоровье пациента, а потом дальше уже все новейшие технологии. Ну, опять, активно развивающиеся технические науки, наши коллеги, они всегда тоже хотят приблизиться, мне кажется, к биологическим, вот созданию роботов, да, и биологических таких системы на стыке, и о чём был сюжет вот с Анной Петровной. Всегда мы хотим ещё как-то усовершенствовать, улучшить человека, и поэтому... То есть сделать таких киборгов, да, это ваша задача окончательная? Нет, безусловно, нет, но помочь техническими средствами где-то вылечить пациента, где-то улучшить качество его жизни, без этого никуда. Тоже протезирование, которое сейчас вот на современном этапе стало возможным, и мы можем заменить отдельные части, да, кости, суставы у человека, тем самым... То, что ещё десятилетия мы читали, как научно-фантастический роман, то есть сегодня уже выращиваются, да, из стволовых клетках уши пришиваются, да, части лица какие-то, а биопротезирование я вообще не говорю, да, уже можно силой мысли заставлять двигаться там какие-то части тела, да, то есть до того момента, когда человек будет просто сидеть в кресле и управлять своим двойником, осталось не так уж и много времени, да. Руки хирурга, посмотрите, какие сейчас возможности открываются в хирургических технологиях, ведь сейчас настолько микроскопически точные операции проводятся, что есть возможность не собственно руками хирурга, а через механизмы руки хирурга могут управлять. Они через всю страну это делают руки хирурга. Я, кстати, видел, да, фильм о лапароскопических операциях, где естественный тремор человека, да, нивелируется, а его широкие движения превращаются в микроминиатюрные движения лазером. А микрохирургия глаза, например, а микрохирургия сосудистая, когда мельчайшие сосуды позволяют восстановить именно вот эти новые технологии. Есть предел по вашим этим всем научным разработкам? Где мы остановимся, когда наступит предел необходимости, что дальше уже расти не надо? Когда мы что? Человек будет жить 100 лет, 200? А ведь задача здесь не только увеличение продолжительности жизни. Ключевая задача не только увеличить в целом продолжительность жизни, а активную жизнь, качество жизни. Вот на этом сейчас и строится акцент современной медицины на то, чтобы дать возможность человеку активного долголетия. Наверное, предела совершенствования нет, как и самой природы. Я соглашусь, да, у Тургенева в отцах и детей, там что, 40-летний старик, да, и можно подумать, да. Посмотрите, как сейчас изменилась жизнь, правда? Да, можно подумать только, да. Нам приснеются телезрители, давайте послушаем звонок. Алло, добрый вечер. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представляйтесь и слушаем вас. Здравствуйте, вы меня слышите? Слышим прекрасно, говорите. Заворожкин Евгений Васильевич, Каловский поселок. Мне 64 года. Я имею дачу в Каловском поселке в районе, ну, как вам сказать, вот Т-5, как оно называется, это сброс, да? Евгений Васильевич, плохо слышно вас, давайте к сути проблемы, если можно. Суть проблемы в том... Отлично. В Каловском поселке имеет проблемы, сброс, Т-5, отстой. Вот там сейчас первая очередь, потом вторая. Так вот, как молодые ученые могут сделать инновации, когда переработка будет, вот, золоотвала, не только такая, которая в прошлом году нам сделала очень большие проблемы. Евгений Васильевич, спасибо за вопрос. Я, наверное, не буду сейчас наших прекрасных гостей загружать вопросами золоотвала, просто скажу, что, к примеру, на последней пресс-конференции губернатора Буркова было сказано о том, что сейчас как раз проблема золоотвалов решается, и, в частности, это будет решено при помощи того, что зола будет использоваться в качестве строительного материала. Процесс, может быть, это не завтрашний, да, то есть не сразу все это сделается, но, тем не менее, да, хотя золоотрицательный, я знаю, влияет на организм, правильно, что это приводит к болезни легких и всему такому прочему. Безусловно, да, конечно. Ну, смотрите, вот я в свое время читал о том, что медицина как бы двигается в нескольких направлениях. Это, конечно, трансплантология, да, причем трансплантология как? Берем органы от донора и делаем искусственные органы, да, или какое-то поддержание, стимулирование самих сил организма. Вам какой путь ближе? Что вы считаете наиболее перспективное в дальнейшем, когда, ну, не год-два, но через десятилетия, к чему мы должны прийти? Что лучше, на ваш взгляд? Взять достать легкие и поставить искусственные? Не знаю, насколько наше мнение общее, но вообще самая главная задача – это сохранить то, что есть у человека. Это не заменить это, не приумножить, не исправлять, когда уже случилась беда, а максимально долго сохранить те ресурсы, с которыми человек родился. Как сильно идти? Ну, вот это вот кольцо деления, да, 50 делений клетки человеческой, да, мы все обладаем ядерными клетками, никуда не деться, у нас оно ограничено. Что с этим можно поделать? Есть пути выхода из этой ситуации? Будем ли мы жить когда-нибудь вечно? Ну, или настолько долго, что нам покажется этой вечностью? Вот этого не хотелось бы, чтобы показалось, что мы живем слишком долго. Хотелось бы, чтобы нам казалось, что вот жизнь активна, настолько насыщена, да, активна, активна, как можно активнее, да. И поэтому прекрасно и не кажется длинной, и какой-то слишком, да, избыточной. Хочется еще и еще. А насколько деления клеток ограничены, да, безусловно, и будем ли мы жить. Несколько направлений в науке. Одни считают, что да, это возможно и нет предела. Другие считают, что все-таки этому есть какие-то ограничения. Поэтому я думаю, здесь вот вернемся еще раз к тому. Важно качество жизни, не ее продолжительность. А вот эти прекрасные мечты о будущем, о том, куда развиваться нынешних студентов, волнуют? Им мир науки сегодня интересен? Или им интересна практическая деятельность, зарабатывание денег, обустройство личной жизни, но не вот это вот великое, прекрасное. То есть то самое качество жизни, да. Да, интересно, конечно. Ну, во-первых, надо сказать, что у нас вопрос научно-исследовательской деятельности студентов, он интегрирован в образовательный процесс, иначе нельзя. То есть учиться и не делать открытий не получается? Ну, хотя бы заниматься научно-исследовательской деятельности? Нет, здесь в обязательном порядке. У нас все студенты, мы стараемся их максимально привлечь.